и снова здравствуйте друзья тема сегодняшнего видео как приклеить мойку нижнего монтажа к столешнице из HPL в принципе столешница не важна может быть она как из HPL также она может быть с акрила камня и крема гранита собственно почему это видео вышло очень много просьб было показать как именно я приклеиваю мойку к этой столешнице и сегодня об этом я полностью вам расскажу так что для тех кто впервые на канале не забывайте подписываться ну и погнали итак есть у нас столешница с HPL в нашем случае это ARPA она очень похожая на Dekorv из Fandermax он прям я бы сказал бы наверное один в один есть мойка нижнего монтажа но она в принципе может монтироваться как и сверху так и снизу но в нашем случае она будет монтироваться снизу производитель Fabiano тут я разложил показать вам лекало которое идет в комплекте оно соответствует внутреннему размеру этой мойки но я вам скажу сразу мы HPL то есть саму плиту делаем немножечко больше что есть тут видите такие закругленности на каждой мойке практически и они не у всех мойках одинаковые то есть производитель пишет один размер но как показывает практика мы в эти размеры попасть не можем потому к вырезу именно в плите самой Fandermax отнеситесь с осторожностью лучше 150 раз перепроверьте а еще лучше когда вам заказчик предоставил мойку и вы уже ее можете по месту даже перемерить и задать размеры для выреза самой столешницы мы делаем обычно нависание по 2 примерно по 2 миллиметра с каждой стороны и у нас получается что сама HPL плита нависает немножко на мойку в этом нет ничего плохого наоборот это есть хорошо так как вы скрываете дефекты мойки они есть практически в каждой вот потому лекала как бы она есть комплекте но она нам по сути не надо так далее что нам пригодится много спрашиваете какой клей нужен для того чтобы приклеить соудал фиксал crystal показываю я уже не знаю какой раз поменяли они кстати упаковку новая упаковка у нас но все скажем так сложные соединения мы клеим на этот клей далее комплектные крепежи для фиксации самой мойки что-то тут пригодится что-то нет сейчас объясню ну и сверло на 10 мы его кстати использовать не будем но я показываю потому что футерки сами они под десятки сверло диаметром 5 миллиметров с ограничителем ну и блюмовское сверло тоже с ограничителем для чего нужны ограничители если мы используем футерки которые идут стандартные они идут диаметром 10 миллиметров вот я даже на кусочки забил вот забил получается что мы ставим этот фиксатор зажимаем комплектным винтом и в нашем случае нужно болт резать вот потому что он со своей своей всей силой он видите он висит он не дожимает сверлить глубже нельзя тут сверление глубиной уже девять миллиметров то есть дальше некуда сама толщина плиты 12 3 миллиметра там плюс-минус потому этот вариант мы всегда откидываем лично мы вы можете использовать и мы этим не пользуемся далее что можно можно использовать просто сверло тонкая берем обычный необычный правда но я к примеру покажу 16 саморез то есть что можно было скажем так это все поджать да но 16 к выпадает то есть нужно брать 4 на 16 саморез тогда он держит для чего по сути вот это все нужно нужно для самой фиксации мойки типа чтобы она не оборвалась то есть по сути их то надо ставить но у нас есть еще один момент то есть 16 мы пробовали несколько раз подклеивали кстати тяжелые мойки они до сих пор у заказчиков стоят лёша себе тоже по моему такую же делал вот и и стоит она но мы используем я не на их назвать саморезы не саморезы мы их используем для фиксации любых направляющих диаметром 5 миллиметров этот саморез очень отлично сюда подходит то есть мы сверлим сверлом диаметром 5 миллиметров и далее у нас вот эта вся штуковина отличненько закручивается единственное что я рекомендую работать отверткой то есть вы отверткой полностью ощущаете все давление которое идет и на плиту и на крепеж особо его там сильно зажимать не нужно потому что он у вас может лопнуть допустим как 16 видите осталось и выкручивание обратно он остается там так она фиксируется жестко ну и мы его можем отверткой обратно открутить с ним ничего не происходит потому мы сейчас ставим мойку сюда полностью размечаем чтобы она нас ровненько легла обрисовываем всю вот эту картину сверлим отверстие для фиксации ну и это все вы сейчас увидите ну что ложим мойку понятно что сверху вы ничего не увидите тут все нужно делать на ощупь но сейчас мы это все выставим по сути мойка выставленная я ее обрисовываю по кругу чтобы у меня были границы за которые я не могу выйти то есть тогда ее ровненько приклею далее мы берем крепежи но и ставлю я их вот таким вот образом если вы видите я не использую все которые есть ну на самом деле бессмысленно потому что нет на мойку такой серьезной нагрузки далее сверло с ограничителем диаметром 5 миллиметров и сверлим единственное что мне не нравится при сверлении любой hpl панели это вонь она настолько жестко воняет когда ее сверлишь это уже всего я использую кстати по металлу не по дереву запомните по металлу далее все протираем насухо желательно обезжирить еще ну и берем клей рекомендую наносить клей подальше от внутреннего края слой особо большой делать не надо она в любом случае прилипнет минимальный слой клея может быть один миллиметр и он при этом хорошо держит сама шпили по себе он влагостойкий влаги он не боится потому за это можно не переживать что где-то что-то куда-то когда-то протечет этого не произойдет ну и следующее так как нас границы уже обведены мы это все приклеиваем следим за тем чтобы у нас все было ровненько любом случае изнутри я сейчас еще раз проверю ну а дальше работаем зажимами когда мы это все зафиксировали по четырем сторонам мы еще раз проверяем изнутри все ли нормально у нас склеилось переворачиваем так как она у нас уже зафиксировано и смотрим как она легла по внутренней части у нас все идеально как я не знаю вам видно не видно но я вижу что тут все идеально она вся прижата полностью следов клея нет то есть ли не вылез я сейчас еще дожму я сейчас еще дожму центральные центральных два фиксатора скажем так зафиксирую тяжело крутить я не буду говорить что очень это все легко шуриком было бы полегче но я вам говорю тут желательно не спешить потому что по сути вот эта вся проклейка и так мало времени занимает потому лучше так сказать сделать по сути все проклеенная клей видите по краям здесь он вылез так как и должно быть то есть он полностью скажем так проклеился далее ждем сутки я обычно даю сутки на то что высохла полноценно я вам скажу даже через сутки если снять все вот эти крепежи мойка жестко приклеится к столешнице потому я думаю вопрос закрыт для умников сразу скажу если знаете другой способ снимите видео и покажи я делаю так уже очень давно это быстро это надежно и она долго служит заказчику ну и у меня на этом все если видео понравилось оцените его лайком также дополнительные ваши вопросы задавайте в комментариях ну и встретимся в следующем видео всем пока